Всем привет! Попал ко мне в загребущие ручки фонарик Nightcore HT70. Налобный фонарик с выносным батарейным блоком. Позиционируется как профессиональный спириологический фонарик, либо туристический, с батарейным блоком, который подразумевает его использование где-то под одеждой, в рюкзаке на снаряжении. Почему так? Потому что у нас идет с фонарем на фонаре кабель длиной более одного метра, который позволяет расположить блок в теплом месте, где он будет меньше морозиться и повреждаться. Кабель выполнен в такой пластиковой оплетке, очень напоминает такую стальную оплетку, на самом деле это пластик. Защищает кабель от сильных перегибов и сохраняет его в целостности. Головная часть похожа на часть фонаря HA40, пластиковое основание, алюминиевый головной блок, клак и рефлектор, кнопка управления на голове и ввод кабеля. Фонарик может крутиться на 360 градусов, ограничивается это все дело лишь перекручиванием самого кабеля. Даже в транспортировочном положении можно отвернуть фонарик и он у нас будет меньше цепляться. Резинки стандартные, три резинки для одевания на голову. Батарейный блок гораздо более интересный, представляет из себя алюминиевый корпус с расположенными на нем разъемами. Основной кабель можно отключить при необходимости и использовать батарейный блок как пауэрбанк. Имеется достаточно большая клипса, позволяющая его вешать на снаряжение. В основании есть декоративная накладка Nightcore, которая представляет из себя на самом деле спрятанный ключ на магните. Как по мнению, не самое удачное решение. При ключах легко потерять относительно. При сильном ударе он все-таки может выпасть и потеряться, и тогда вам придется решать проблему доступа какими-то другими способами. Хотя это не очень критично, поскольку фонарик заряжает аккумуляторы внутри себя. Батарейный отсек. Про полярность элементов у нас ничего не сказано. Мы будем догадываться, что к пружинке у нас идет минус, а к плоскому контакту идет плюс. Соответственно, с этой стороны точно так же. Никакой защиты от дурака у нас здесь нет. Уплотнительная резинка вот эта, она идет по периметру. Она плоская и, в принципе, смазанная, поэтому герметичность должна быть неплохой. Алюминиевый винт. Всего два века. Насколько не сорвать ее. Кажется, попали. Все нормально. Закручиваем. Декоративный ключ возвращается на свое место. Проверим, как он при падении. При сильном ударе он выпадает и падает. Полезу его искать. Итак, ключик нашелся. Он симметричный. Приклеивается обратно на магнит. Лучше его снять и хранить в коробке. Мигает индикатор заряда. Он показывает, что у нас полный заряд сейчас. Два USB выхода полноразмерных. Позволяют заряжать ваш гаджет какой-то внешний. Телефон, смартфон, ноутбук, планшет, GPS. Суммарный ток на двух портах 2,1 ампера. Микро-USB разъем для зарядки самовых аккумуляторов внутри фонаря. К сожалению, когда отсоединен разъем, то заглушки у нас здесь какой-то нету, поэтому следует про это помнить. Управлять фонарем можно с этой кнопки, если просто включить-выключить его. Для смены режима используется кнопка на голове самого фонаря. Режимы от одного люмина лунный свет до 1000 люминов. Такой вот симпатичный налобный фонарик с несколько спорным решением закрытия батарейного отсека. В остальном весьма интересный и продуманный. Действительно может быть интересен тем, кто использует много фонарь в холодное время года и чтобы не морозить аккумуляторы, вынужден прятать их вот это под одежду. Кроме того, приобретая такой фонарик, вы можете себе собрать пауэрбанк в мощном алюминиевом корпусе, докупив дополнительно аккумуляторы требуемой ебкости. На этом все. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...